Здравствуйте, наши дорогие зрители! Многочисленные передачи, которые вышли в эфир, вызвали большой резонанс и интерес, как у нашей публики, так и у зарубежной, и, что естественно, у армянской. По многочисленным просьбам армянской стороны мы будем стараться отвечать в том числе на вопросы, которые интересуют ее. В частности, армянская сторона выдвигает такой, казалось бы, резонный аргумент по поводу массового заселения армянами в XIX веке Кавказа. Мы знаем, что после прихода царской России на Кавказ с начала XIX века большое количество армян из Турции, Ирана и стран Ближнего Востока были переселены на территории упраздненных азербайджанских ханств на Южном Кавказе. Сперва эта цифра была приблизительно около 100 тысяч армян. В итоге, к началу XX века, согласно российским архивам, из 1,2 млн армян около миллиона – это были те, которых царская Россия переселила на Кавказ. Это внушительная цифра, это серьезные миграционные процессы, которые повлияли на демографическое положение в регионе. Понимая, что тут никаких доводов не привести, армянская сторона выдвигает иной довод. Армянская наука утверждает, что это именно потомки тех самых армян, которых за 200 лет до этого, в начале XVII века, сифивийский Шах Аббас I выселил со своих родных земель на Кавказе. Это называется сургуном или Великий Сургун. Слово сургюн, наверное, всем знакомо, это тюркское слово, так на тюркском называется переселение. Согласно армянской концепции, Шах Аббас в XVII веке, в начале XVII века, совершил Великий Сургюн, то есть вынужденно заставил огромное количество армян переселиться со своих родных земель на Кавказе, в Иран и вглубь Сифивийской империи. Даже армянские ученые утверждают серьезно, что около 400 тысяч армян было выселено. Хотя, если взглянуть на источники того периода, то становится ясно, что в общем не могло быть столько армян, ибо население самого Кавказа было не таким, о чем говорит армянская пропаганда. Так что же произошло? Обратимся к иранскому историку Насроле Фальсофи, который изучил сихвитские источники того периода. Он уточнил, что в общей сложности Шахом Аббасом было выселено 12 тысяч семей без этноконфессионального различия. То есть, это были различные народы, различные вероисповедания, а не сугубо, только армяне. Из этих 12 тысяч семей, около 4, максимум 5 тысяч семей, это армяне. А еще точнее выясняется, что большая часть этих армян, воспользовавшись Османа Сифивийскими войнами того периода, вселилась на Кавказ, и по окончании этих войн, когда Сифивиды победили и выдавили Османов с Кавказа, они, естественно, вернули на свои места тех армян, которые, воспользовавшись войной, заселились на Кавказ. Согласно визиру Шах Аббаса Искандеру Мунши, который вел счет и описал хронику событий того периода, было выселено два типа людей. Те, кто, как мы уже отметили, воспользовавшись войной, селились в регион, а также те, кто были лояльны к Османам в период Османской оккупации Кавказа. Ссылая на советского востоковеда Петрушевского, мы можем констатировать, что в основном среди тех 12 тысяч семей были именно тюрки, именно племена тюрки, которые были или лояльны к Османам, или же, по мнению сифивидов, оказались не очень верны сифивидской стороне. То есть, в основном великому сургуну подверглись местные тюркские народы, азербайджанские народы, а не армяне, которые являются меньшинством. Далее мы можем сослаться на армянского средневекового хрониста Аракела Тебрисского, который очень подробно описал османо-сифивидское противостояние и миграционные процессы, имевшие место в регионе. Согласно его описанию, в основном действительно выселялись и подвергались репрессиям мусульманское тюркское население. В том числе он описывает то, как выселили обратно армян, воспользовавшихся противостоянием между сифивидами и османами. То есть, эти армяне, воспользовавшись войной, незаконно вселились на территории Кавказа, а после окончания войны их обратно выселили. Фактически, большое количество армянских, сифивидских, османских источников того периода, а также исследования советских ученых, иранских ученых, четко показывают, что в основном репрессировали и выселяли тюрков. Среди них были выселены небольшое количество армян. Однако, по окончанию войн, большая их часть обратно были вселены. То есть, по окончанию войны с османами, сифивидский шах Аббас, большую часть выселены армян, вернул, а также им дал особые привилегии в торговле. И если было выселено 4-5 тысяч семей, которые четко показаны, откуда, куда были выселены, то как армянская сторона объясняет, что свыше миллиона армян царская Россия 200 лет спустя заселила на Кавказ, при этом подавляющее большинство этих армян были заселены из османской Турции. А ведь шах Аббас не мог туда заселить армян, ибо это была территория вражеской для него империи. Более того, даже с Ирана подавляющее большинство армян являются теми, кого не переселяли с Кавказа, и они никакого отношения не имели к кавказским территориям. Это четко указывается в переписке и рапортах российских военных и политических чиновников, которые говорят, что нужно быстро, без разбора заселить армян с иранской территории на Кавказ. Без различия, кто откуда. Фактически тем самым мы хотели объяснить уважаемой публике, что не имеет никаких оснований армянская концепция о том, что царская Россия в 19 веке вернула армян, которых в 17 веке выселил шах Аббас. Эта концепция не находит своего подтверждения ни в источниках, ни в исследованиях ученых.